Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала улправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Проверить свое здоровье и позаниматься спортом не отходя от грядок. Дачные товарищества в скором времени станут не просто садами, а летними ими городками. Непогода отступила в городе без потерь, как регион пережил прошедший циклон. Эйнштейн бы ими гордился. Школьники в игровой форме постигают законы природы. Вчера все службы Ульяновской области и регионального центра работали в усиленном режиме. Причина обильной осадки. 48 протечек кровли, подтопление 24 подъездов, местами временное отключение электроснабжения. Урон от непогоды минимальный, да и тот по большей части уже устранен. Сегодня утром губернатор Сергей Морозов провел внеплановое совещание, где обсудил состояние города и области после дождя. Напомним, вчера регион накрыл большой дождевой фронт. Осадки, сопровождающиеся шквалистым ветром, продолжались весь день. Выпала полуторамесячная норма осадков. Каких-то чрезвычайных ситуаций касаемо области города допущено не было. Сработали слаженно городские службы, реагировали незамедлительно на все звонки. Обратили внимание на множество фейковых фотографий, заполонивших ульяновские паблики накануне. Фотографии с улиц Ульяновска, сделанные в 2017 году во время большого урагана, где ливневыми водами затопило несколько улиц города. Из-за маленькой шалости администраторов соцсетей в народе поднялась паника. Благодарство сейчас позволяет привлекать таких людей к ответственности. Поэтому давайте мы оформляем соответствующее обращение правоохранительные органы, потому что это способствует памяти населения, способствует массе других негативных моментов. На деле ошибки уроки 2017 года извлекли. В городе на контроле находились пять участков, где больше всего скапливается вода. Привлекались службы водоканала, дороги не перекрывались. На железнодорожном вокзале была изменена система канализации и установлены мощные насосы. Вчерашние дожди показали, что эти решения были абсолютно правильно приняты. Вода в позвольной части находилась на, скажем так, приемлемом уровне, в приявках. Своевременно опять же проводилась. Простопление ЖД вокзала у нас не допущено. Все автовокзалы, автостанции, их у нас по области 17, работают в штатном режиме. Ситуацию контролировали управление МЧС. За сутки по области зафиксировано чуть больше трех тысяч вызовов по линии ЖКХ. В основном это факты пролития кровель, падения деревьев, очистка канализации. В Николаевском районе несколько деревень остались без холодной воды. Все неполадки обещали устранить до сегодняшнего дня. Сформировано 12 бригад по очистке ливневой канализации. Работает 38 единиц техники. Именно вот на этом направлении было сформировано 4 бригады по обрезке, сносу аварийных деревьев. Всего повалило, в течение суток средневанношной территории город 19 деревьев. Весь транспорт по городу и области ходит в штатном режиме. В целом ситуация находится под контролем и опасностей нет. По прогнозу синоптиков дожди сегодня местами пройдут во второй половине дня. В продолжении тема, как город пережил последствия циклона, подробности в нашем материале. Сегодня после профильного совещания в правительстве региона Сергей Морозов лично проехал по Ульяновску, чтобы убедиться в том, что город не утонул, как сообщали некоторые доброходы в социальных сетях. За прошлый день 56 миллиметров осадков выпало. Это 115% месячной нормы осадков. А в целом за сутки более 70 миллиметров осадков. Это полуторамесячная норма, та, которая выпала сегодня на территорию города Ульяновска. Гидромедцентр ее квалифицирует как стихийное бедствие. Ливневки, желоба и прочие водоспускные сооружения позволяли хоть и не мгновенно в воде стекать в канализацию. Это хорошо заметно сегодня, когда дождь кончился. Асфальт и тротуары почти везде сухие. Там, где вода не стекает, работают и лососы. Глава города заверил, помощь пострадавшим от воды будет оказана. Проблемные участки в микрорайоне Мостовая, поселке Дачном, на улице Ростовской в этот раз практически не пострадали. Мы прекрасно понимаем, 40 кровель подтопило. Сегодня зайдут специалисты в течение короткого времени, 3-4 дней, определяют ущерб для того, чтобы мы через управляющие компании возместили убыток. 24 потопления подъездов, те, которые мы и сегодня видели, с тем, чтобы мы работали. Три школы подтопило. Мы сегодня тоже со специалистами работаем. Поэтому работа идет. В ближайшие дни уже будет теплая, хорошая, ясная погода. Кстати, дождь – причина помыть дороги. В сухую погоду дорожный смет лежит непробиваемой коркой, а в дождь размокает, что позволяет его удалить с дорог мощной струей воды. Это ответ тем, кто выражает удивление. Зачем в дождь дороги поливают водой? Чтобы люди понимали, почему в рамках там мокрой погоды дождя вот это все промываем. Если я полив моющих машин. Синоптики отмечают, после небольшого затишья в несколько дней стихия вновь начнет наступать. Тем не менее, сильно опасаться не приходится. Коммунальщики твердо усвоили уроки 2017 года, и теперь инженерные сети и службы готовы достойно отвечать на вызовы природы. Павел Половов, Даниил Сурков. Новости Улл. Правды ТВ. Перспективы развития отрасли садоводства обсудили в Ульяновской области. Губернатор Сергей Морозов встретился с дачниками в рамках первой летней спартакиады садоводов, которая прошла в СНТ-Юрманке Чердоклинского района. Проверить свое здоровье и позаниматься спортом, не отходя от грядок. Дачные товарищества в скором времени станут не просто садами, где выращивают овощи и фрукты, а летними мини-городками. Ежегодно с весны по осень половина жителей Ульяновской области буквально переезжают на свои дачные участки. В правительстве считают, это хороший повод сделать жизнь дачников комфортнее. Для этого в СНТ проводят газ и свет, ремонтируют подъездные дороги, устанавливают мусорные контейнеры. Только в этом году на строительство подъездных дорог до границы СНТ из областного бюджета выделено 40 миллионов рублей. У нас порядка 160 тысяч садовых участков, сдачных садовых участков на территории региона, порядка 12 тысяч гектаров задействованы под садовые товарищества. Порядка 500 тысяч человек, соответственно, проживающих на территории нашей области, соответственно, это члены садовых обществ. В этом году для садоводов провели первую летнюю спартакиаду, которая прошла в Чердоклинском районе. Пять команд садоводов от каждого общественного совета области состязались в волейболе, дарте, армрестлинге, перетягивании каната и настольном теннисе. Победители были награждены ценными призами и памятными подарками. Поздравил их губернатор Сергей Морозов. Он отметил, что необходимо уделять внимание и здоровью садоводов. Мы видим, что в пределах половины численности Ульяновской области, начиная с мая месяца и практически до сентября месяца, исключительно перемещаются в садовые товарищества, то я исхожу из простого. Значит, тогда и соответствующие службы, министерства, ведомства, здравоохранения, лечебных культур, образования, спор должны перемещаться за людьми сюда. Предложена идея создания на базе садовых товариществ небольших амбулаторий, где люди смогут проверить здоровье и получить первую помощь. Глава региона дал поручение регулярно проводить площадки здоровья во всех садовых товариществах, чтобы люди смогли измерить давление, вес, индекс массы тела и получить консультацию. Объем финансовых средств на следующий год должен быть в более чем в два раза увеличен. Слава Богу, бюджетные возможности, которые у нас есть, позволяют. Тем более, что с Александром Ильичем мы недавно обсуждали, еще раз, у меня есть огромное желание существенно сократить расходы на органы государственные и, может быть, даже муниципальные власти. Кроме вопросов здоровья, поговорили и о насущных проблемах. По словам главы региона, существующее финансирование будет переформатировано и введена новая форма поддержки – садоводческие инициативы. Свои предложения подготовили дачники из Димитровграда. Жители волнуют проблемами жевания земель. По их словам, кадастровая палата не хочет разбираться в ситуации. Спасибо Сергею Ивановичу, что он город Димитровград не забывает. Все вопросы я встречаюсь с ним на встрече и все вопросы, которые я ему задаю, он дает конкретные вопросы. Помимо проведения газа, света и воды, важным остается вопрос вывоза мусора. Общая сумма субсидий из регионального бюджета составила порядка 60 миллионов рублей. Средний процент возмещения составляет 40% от затрат садоводческих товариществ. Работа продолжается. Переформатирование работы исполнительной власти. Об этом было заявлено на прошедшем аппаратном совещании. Приоритетными направлениями работы власти на ближайшее время станут порядок, забота и достаток жителей области. Подробности в материале Егора Титова. Напомним, недавно депутаты законодательного собрания подвергли критику работы исполнительной власти и обратились к главе области. Губернатор решил спросить мнение жителей региона в социальных сетях. Всю неделю шли обсуждения с экспертами населениями о том, что люди ждут от власти и какой она должна быть. Ульяновцы высказали немало претензий к власти и немало пожеланий, какой бы они хотели ее видеть. Честнее к людям, создавать рабочие места, зарплаты, бюджетникам и как стимулировать на заводах, чтобы повышалась зарплата. Город, правда он у нас сейчас почище стал, но тем не менее, чтобы он был зеленый, красивый, хороший, какие-то уголки отдыха. На пенсионеров побольше внимания тоже обращать. Ну, что они могут сделать? Что в их силах пусть делают. И дело не может быть в жизни. Поэтому у каждого должно быть стремление к совершенству. Знаете, у нас очень большие, наверное, оплаты за коммунальные услуги. Может быть, вот это, как при нашей низкой заработной плате. Вот. Вот что хотелось. Многое делается в регионе сейчас. Я смотрю, обустраиваются парки, территории. Там везде стало намного чище. Мне довольно комфортно живется, как житель города. Дравоохранение не устраивает. Если честно, ужасно. Например, к врачу записаться только за месяц, за две недели. Это как мыслимо. Решать вопрос, наверное, общество должно быть как бы понастойчивее. Чтобы было, ну, как бы, так сказать, нельзя выражаться агрессивно. Ну, понастойчивее работать. То есть требовать от власти выполнения своих должностных обязанностей в полном объеме. Попредметнее работать. Повнимательнее относиться к нам, к простым гражданам, вот, к пенсионерам, например. Вот. Побольше делать для них какие-то условия для жизни. Конкретно в нашем регионе, наверное, дороги лучше делать. Дравоохранение, это же просто невыносимо. К узким специалистам вообще практически не попасть. Это вообще на заметку берется или нет? В заботе об ульяновцах. Больше ни в чем. А это все совокупно. Глава области поддержал запрос жителей области на изменения. Что толку от самого прекрасного будущего, когда у нас растет уровень бедности? Когда медицинские учреждения области не могут расплатиться с долгами. И в них не хватает жизненно важных и очень необходимых для людей лекарств. Когда закрываются бизнесы. Когда увольняются рабочие. Когда падает заработная плата. В связи с этим правительству ждут изменения. Сергей Морозов объединит должности губернатора и председателя правительства. Что приведет к снижению расходов и убыстрению принятия решений. Депутат Законодательного собрания получит полномочия по высказыванию предложений в их персональном составе исполнительной власти. Правительство кардинально изменит систему работы. Выстроив ее на взаимодействии с гражданами. До конца года произойдет существенная реорганизация Кабинета министров. Организации, которые не несут нагрузки, сократят. С учетом запроса жителей Ульяновской области на социальную справедливость, на позитивные перемены в жизни каждого. Чтобы каждый почувствовал на себе эти позитивные перемены, мы с коллегами, с экспертами, с советниками наметили три основных программных блока, над которыми будет работать обновленное правительство. Мы назвали их максимально просто. «Достаток», «Забота» и «Порядок». В блок «Достаток» войдут все проекты, программы и инициативы, касающиеся экономики и финансового благосостояния жителей Ульяновской области. «Забота» посвящена социальной сфере и помощи всем нуждающимся. В блок «Порядок» войдут различные направления, от строительства и ремонта дорог до экологии. В скором времени планы по каждому из блоков будут обнародованы и представлены к широкому обсуждению. Егор Титов, Юрий Конихин, Новости Управда ТВ. Главная тенденция развития населенных пунктов России в последние 10 лет – это благоустройство и создание комфортных условий в общественных местах. Однако в последние годы президентам четко обозначен еще один вектор в деле благоустройства. То, какими должны быть территории общего пользования, должны решать сами пользователи. Новая программа, которая скоро стартует в Ульяновской области, направлена как раз на это. Программа «100 городских лидеров» подразумевает активное включение жителей в преображение города. Проект создан агентством стратегических инициатив для привлечения к проблемам городской среды предпринимателей, НКО и активных жителей. На базе опорного вуза Сергей Морозов встретился с представителями всех отраслей, чтобы обсудить дальнейшую работу. Я здесь сегодня по приглашению губернатора области. Мы хотели бы обсудить перспективы включения городов в области в программу «100 городских лидеров», которую реализует агентство, и обсудить, какие проекты могут туда войти в следующем году, какие проекты лучше подавать от области, какие, может быть, не стоят пока. Для агентства стратегических инициатив важно, чтобы конечный продукт был плодом консолидированного мнения власти, бизнеса и граждан. Результат – польза всем. Людям – возможность отдыхать так, как им хочется, бизнесу зарабатывать тем, что интересно, власти – получить еще один уголок, не требующий государственного обеспечения. По словам ульяновских коммерсантов, желание включиться в подобное дело у них есть. Я даже скажу так, это была наша инициатива привести сюда руководителя «100 городских лидеров» Татьяну, потому что я считаю, что бизнес и городское пространство – это неотъемлемая часть. Мы, когда его формируем, благоустраиваем, мы, безусловно, должны учитывать интересы и власти, и жителей, и бизнеса, чтобы все это вместе делало наш город лучше, приятным для времяпрепровождения. Над тем, чтобы сделать города и населенные пункты региона комфортными, уже работает национальный проект «Жилье и городская среда», куда входят программы формирования комфортной городской среды, народный бюджет, движения ТОС и многие другие. «100 городских лидеров» учитывает интересы тех, кто пока не включен напрямую в процессы благоустройства, а именно ульяновских бизнесменов. Полтора десятка лет назад, когда, так сказать, там в Ульяновской области было достаточно много всяких проблем, это сказать о том, что мы можем построить мировой креативный регион, который позволит достаточно большому количеству людей, творческих и мыслящих, желающих изменить мир вокруг себя, создать огромную воронку, которая бы увлекла всех, создав огромное количество комфорта. Ульяновская область, по мнению губернатора, не должна останавливаться на уже достигнутом. Отрадно осознавать, что в огромных рядах благоустроителей ульяновские бизнесмены будут не только спонсорами благоустройства, но и его авторами. В Ульяновском университете открылась вторая смена восьмой летней физико-математической школы. Подробнее Наталья Чумаченко. В рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Ульяновской области в летний период времени школьники могут стать участниками различных IT-интенсивов. Один из ярких примеров – летняя физико-математическая школа при УЛГУ. В четвертом корпусе на университетской набережной стартовала вторая смена, куда были приглашены дети в возрасте первых девятых классов. Идея проекта возникла четыре года назад. В год мы проводим по две смены и набираем в среднем по 8-10 ребят. Если больше, то уже нужно будет делать две группы. Здесь у нас ребята знакомятся с лабораториями университета. Сегодня у нас, как вы видите, экспериментальный день. Будем показывать, что из любых подручных средств можно сделать интересную физику. Летняя физико-математическая школа – это возможность для старшеклассников провести каникулы с пользой и погрузиться в университетскую среду. В течение двух недель ребята знакомятся с преподавателями и оснащением университета, участвуют в культурных и спортивных мероприятиях, а самое главное – углубляют свои знания по информатике, математике и физике. Я пришел сюда летом заниматься, потому что в следующем году в ИПР я все лето готовился. Здесь еще интересно, как я уже понял. Здесь игры всякие. Я сюда пришла, потому что мне нравится математика, физика, информатика, и хотелось бы улучшить свои навыки, умения в этих предметах. Занятие рассчитано на учащихся начальной школы и старшим. Программа и интенсивность обучения меняются в зависимости от возраста ребят. Благодаря подобным проектам ребята могут лучше узнать основы IT-сферы и в будущем продолжить обучение по этому направлению. Наталья Чумаченко, Руслан Баталов. Новости Управда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие сутки в регионе сохранится прохладная погода. Завтра в Ульяновске ожидается температура 19 градусов по Цельсию. Ветер западный 5 метров в секунду. Днем без осадков, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Магнитное поле слабо взмущенное, ультрафиолетовый индекс средний. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале улправда.ру по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok